Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 18 апреля. Память преподобного Отца нашего Иоанна, ученика святого Григория Декаполита. Мы знаем две страны с именем Декаполиса. Одна из них находилась в Палестине, близ Галилеи. О ней упоминает святой Евангелист Матфей, говоря, «По нем Иисус Христе!» Идоша на роде мнозе от Галилеи десяти град. Именем Декаполиса называлась еще одна небольшая страна, находившаяся в Исаврии. Из этого-то последнего исаврийского Декаполя и происходил преподобный Григорий, учитель всего преподобного Иоанна, память которого совершается в настоящий день. С юных лет отрежься от этого мира и возлюбив Христа, преподобный Иоанн удалился к упомянутому своему учителю Григорию Декаполиту и принял от него пострижение, чин иноческий, подвязался вместе с ним добродетельной жизнью своей, угождая Богу. Он достиг такого смирения, послушания и вообще духовного совершенства, что за него радовался и прославлял Бога и сам учитель его, святой Григорий. Когда нечестивый император Лев Армянин, возобновив иконоборческую ересь, воздвиг в угонение на церковь Христову, то вместе со своим учителем Григорием и святым Иосифом Теснописцем в Византию прибыл в это время и сей преподобный Иоанн. Обходя город, они укрепляли православных, увещая их твердо хранить и мужественно исповедовать святую веру христианскую. Вскоре после этого Иосиф отпался в Рим, но по дороге был схвачен еретиками и заключен в темницу в Крите. Преподобный же Григорий Декаполит скончался в Риме после удаления Иосифа. Прибывая в Византии, преподобный Иоанн подвязался, как и ранее, заботясь не только о своем спасении, но и о спасении других людей. По прошествии нескольких лет, когда блаженный Иосиф, будучи освобожден из заключения, возвратился в Византию, преподобный Иоанн уже отошел ко Господу в 820 году, дабы получить от него награду за свои труды, и был похоронен руками Иосифа около гробницы отца своего именем также Иосифа. Затем тело его было перенесено в другое место, о чем так сообщается в житии святого Иосифа Песнописца. Войдя в город, говорится здесь, Иосиф не застал в живых своего любезного наставника, святого Григория Декаполита. Последний отошел уже ко Господу. Он видел только ученика Григория, блаженного Иоанна, а по Григории долго плакал, потому что не сподобился еще раз свидеться с ним. Он пребывал около его гробницы вместе со святым Иоанном, но по прошествии некоторого времени отошел ко Господу, и Иоанн и Иосиф похоронили его близ гробницы святого Григория. После этого преподобный Иосиф переселился в другое, уединенное и безмолвное место, находившееся за городом недалеко от церкви святого Иоанна Златоустого. Поселившись здесь, преподобный Иосиф создал церковь во имя святителя Христова Николая и в нее перенес мощи святые Григория и Иоанна. Некоторые утверждают, что этот преподобный Иоанн ученик святого Григория Дикаполиты после представления своего учителя удалился в Палестину и здесь подвязался в обители святого Харитона, где и почила Господи. На это относится и к другому святому с именем Иоанна, который действительно и подвязался в обители святого Харитона в то время, когда эта обитель находилась в святущем состоянии. Воспоминаемый же ныне святой Иоанн жил спустя много лет после того Иоанна во царствование императора иконоборца Льва Арменина, когда в Палестине не было уже и обители святого Харитона. Эта последняя была окончательно разорена магометанами в царствове Константина и Ирины с 780 по 797 год, а святая Ирина, мать его царствов, с 797 по 802. Живших за много лет до Льва Арменина об этом разорении упоминается в повествовании о страдании преподобных отцов, избиенных в обители преподобного Саввы. Здесь сообщается, что в то время, когда произошло избиение отцов обители святого Савва, была окончательно разорена и обитель святого Харитона, которая после этого уже никогда не возобновлялась, но пришла в окончательное запустение. Отсюда видно, как мог пребывать воспоминаемый ныне преподобный Иоанн в той окончательно разоренной и опустевшей обители Харитонова и умереть в ней. К тому же в житии преподобного Иосифа Песнописца повествуется, что этот блаженный Иосиф своими руками предал погребение тела воспоминаемого ныне святого Иоанна в Византии и потом перенес его на другое, недалеко от первого места. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok